19 августа отмечается Всемирный день фотографии. Праздник был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корски Ара. А история создания первой фотографии начинается в 1839 году. Тему продолжит Александра Литкова. Первые в мире фотографии появились почти 160 лет назад. Само слово «фотография» переводится с древнегреческого как «светопись», и это не просто так. Именно свет решает, каким будет снимок. Кроме этого, чтобы сделать удачный кадр, нужно словить момент и заранее увидеть, как будет выглядеть картинка. Нужно видение иметь свое. Ну вот нужно просто видеть картинку. Мне кажется, ну можно этому всему научиться, там композицию выстраивать, экспозицию и так далее. Но если у человека нет видения, он не знает, как картинку построить, не видит просто даже, как со стороны это будет смотреться, то вряд ли что-то получится красивое. Екатерина Шутяк работает фотографом издательского дома НАО два года. Свои первые снимки девушка начала делать еще в школе. Сегодня, несмотря на обилие современных телефонов с хорошими камерами, отдает предпочтение профессиональным фотоаппаратам. Ну, меня, кстати, раздражают эти новые телефоны с своими крутыми навырочными камерами, потому что это как будто обесценивается труд фотографа. И вот, конечно, дело не в технике, как вот в этом анекдоте про кастрюли и поваров, но то, что зависит все-таки от фотографа. У человека может быть офигенный телефон, но руки из другого места растут, и все равно фотографии не получатся так хорошо. Особое место фотография занимает в жизни тех, кто выбрал это занятие своей профессией. Алена Татаринова полгода назад открыла свою фотостудию. Говорит, семейный фотоальбом с напечатанными снимками должен быть в каждой семье. Фотосессия вообще семейная – это работа фотографа и моделей, да, то есть семьи, взаимодействие такое. То есть как ты с ними открыт, так и они с тобой будут открыты, чтобы люди… Ну, на фотосессии примерно нужно минут 20, чтобы человек раскрылся, расслабился, семья расслабилась перед тобой. Вот. Естественно, это профессиональные какие-то навыки, выставить правильно свет. Все равно фотография – это память. Мы же помним, что у каждого в детстве там где-то хранится фотоальбом с семейными фотографиями, можно достать, показать. Всемирный день фотографии – праздник не только профессиональных фотографов, но и всех, кто любит фотографироваться. Ведь особо ценными для нас снимки становятся спустя годы. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Спасибо.